итак приветствую друзья в этом видео мы с вами рисуем кристиану рональду ну и любой портрет мы начинаем рисовать из общих таких разметок подбородок нос брови и лоб то есть это основные пропорции и чуть выше волосы будут если вот вот этот размер наполовину поделить то глаза ну то есть вот этот размер наполовину то глаза как раз вот где-то здесь у нас будет нет нос губы здесь приоткрыт вот вот и когда мы нарисовали общее даже вот нарисовав такие разметочки да мы уже начинаем общие формы рисовать вот здесь подбородочек здесь тень и мы уже смотрим конкретно на конкретного человека на его на его характерные черты лица да также смотрим например вот у нас здесь брови да на каком уровне уши относительно брови значит в данном случае чуть-чуть опущены чуть-чуть вот здесь на уровне глаз приблизительно далее далее форма например волос хотя это на узнаваемость не особо влияние да но все же характерная прическа до волосы за зачёсаны да назад значит у нас шея шея у крещану довольно таки длинная и мы пытаемся сначала такие общие формы да и еще он как бы на себя не похож не похож потому что мы общее рисуем хотя уже в какой-то мере мы должны повторить общие формы общие формы лица значит общие формы вот здесь определенная такая улыбка уже до нарисовывается ничего мы ее не вырисовали то есть нужно видеть отдельные формы как большие таким мелкие особенно когда речь идет о глазах вот глаза это самое главное то есть нам нужно нужно с вами разрез глаз например может быть начнем с этого да так заточу карандаш вот заточил карандаш кстати не спрашивайте меня какой карандаш ты используешь то нарисуете ли вы портрет похожим да на человека не зависит вот карандаша да то есть карандаша обычно вот такой может быть может древесной оболочки быть b или 2b начинайте может быть hb даже вот и важно нам важно увидеть формы видеть то что мы рисуем да они там карандаш вот разрез глаз я рисую вот например вот эта форма вверх значит глаза да ну вверх верхняя века разрез глаз вот далее я рисую нижняя века потом вот века да вот она вот высота тоже имеет значение также сравниваем вот это расстояние например с этим расстоянием это все важно все вот эти моменты до важны чтобы мы с вами нарисовали человека похожего на себя да потом радужная оболочка вот этот кружочек мы смотрим например на какие на расстоянии вот это расстояние вот это то есть это важно ну короче все важно вот этот теневое пятнышко до нижняя века то есть я увидел вот эту форму и я ее рисую кстати ну то есть последовательность не имеет значения сейчас могу рисовать бровь могу рисовать например вот ну глаз может быть вот здесь блик вот значок притом может быть не нужно сначала так слишком сильно давить на карандаш потому что вдруг вы не так нарисуете то и нужно будет тереть подтирать стирать вот пускаю так оставил и вот это пятно теневое пятно здесь у нас есть вот вот она теневое вот эта форма теневого пятна и переходит в бровь вот я так покажу сейчас таким штрихом вот смотрите бровь тоже вот вот форма брови то есть где она у нас вот самую верхнюю как бы точку имеет вот приблизительно вот здесь да вот так это идет бровь может быть ровная до ровная припод приподнятая таким образом да то есть внешний уголок вот рисунок вот здесь имеет значение вот здесь вот этот уголок мы все мы это видим мы должны это научиться видеть хотите научиться рисовать портрет нужно это уметь видеть то есть вот смотрите как вот может быть смотрели сериалы детективные там какой-то нибудь шерлок холмс и вот почему он разгадывает вот эти все убийства да там преступление потому что он наблюдательный он все видит художник тоже он должен все видеть видеть эти все формы да вот расстояние между глазами приблизительно ширина глаза но это тоже индивидуально да тоже смотри вот верхняя века вниз верхнего века я рисую все индивидуально я смотрю кстати вот значит уголок внутренний глаза и внешний приблизительно на одном уровне вот этот глаз я вижу он приплюсь приплющен до больше чем вот этот глаз более открыто вот смотрите на референс на его тоже увидите потом вот верхняя века форма верхнего века вот вот здесь по моему наивысшая . да то есть вот теперь вот идем чуть ниже опускаемся и вот точечка вот это как бы уголок ну как бы условного здесь уголок условно здесь условно уголочек он чуть ниже чем здесь и и дорисовываем дальше вот нижняя века здесь фактически это реснички а толщина века вот показывает толщину века и сразу рисую форму форму радужной оболочки тоже когда я рисую вот я смотрю вот на это расстояние до сравниваем если здесь вы рисовать с этим здесь меньше расстояние чем здесь вот все но все это мы обращаем внимание ну и сразу смотрим насколько у нас схожести да есть дальше форма брови вот я могу по контуру какие но вот не просто линии а так штришком как бы повторяя волоски вот бровей да и вот так по моему на ту приподнята вот такая форма и избег изгиб такой есть вот приблизительно вот так наверное да если что то где там и на косяте ли возвращаться ну то есть подтирать дальше теневое пятно вот здесь карандаш я 2b использую так дальше ну может быть какие-то теневые пятнышки еще добавляем тоже мы их замечаем видим теневые пятнышки в принципе вот так идет пятно здесь так подсвечена с этой стороны но я не хочу много времени тратить я не буду так слишком прорисовывать штрихом все цель чтобы но все-таки нарисовать похожим похожим вот эти пятнышки тоже это все форму вот вот значит морщинки все это нужно ну как бы выделять до показывать на нашем рисунке я имею ввиду то есть ну просто рисовать это да вот ну пускай так оставили да вот не прорабатываем пергнув нужно да вот гадать он в этой области это же нужно вот форму носа увидеть увидеть он обряд ширина до ширина носа мы смотрим сразу вот 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 эта точка вот этот вот это крыло на относительно глаза если так прямую линию просто до приблизительно вот отсюда на так или даже вот вот это вместо на то есть не отсюда не отсюда где-то вот здесь и опускаем вниз смотрим сюда отсюда приблизительно вот вот на так и вот не сноса до низ низняя часть я тоже вот просто пятном я не буду вырисовывать там особо так пятно также вот пятна такие да это и теневые такие как бы пятнышки и вот их вырисовываем такими вот пятнышками оставляя на кончике носа блик так дальше смотрю вот здесь светлая но свет попадает и вот у нас пятнышко такое идет тоже вот эти все темные пятнышки и также белые светлые но вот свет попадает сейчас выделяю вот такое прям сюда она идет на света и чуть-чуть легко вот так вижу вот так карандаш не как при письме вот сразу же эти пятна пятнышки выделяю вот таким вот поэтому вот таким образом рисуем портрет и все и также это касается и значит формы рта в данном случае это будет улыбка да вот эти все складочки которые идут вот при улыбке да вот такие характерные но все же смотрим на фотографии четко-четко вот это все повторяем четко повторяем значит эти все вещи на дальше будет музычка и я уже может быть немножко немножко ускорю до рису рисунок два раза скорость скорость на видео вот так вот а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok